Привет, YouTube! С вами Фростик, и сегодня я вам предложу очередную очень интересную тему для рассуждений. Хотя много из этого ролика для некоторых будет серьёзными такими новостями, потому что немногие знают о том, что Android перестаёт быть открытым. Давайте на секундочку оторвёмся и подумаем, какие проблемы у Android были всё время. Это автономность, производительность, и со временем это всё, в принципе, было вылечено, кроме одной проблемы. Это получение обновлений Android. Из-за того, что операционная система открытая, все производители делают смартфоны на Android. При этом стараются туда внести какие-то свои изменения, свои приложения, внедрить какие-то свои сервисы, свои оболочки, свой интерфейс, из-за чего при выходе нового Android производители приходится полностью перерабатывать операционку для каждого смартфона. И далеко не все этим занимаются, как правило, только для флагманских смартфонов. И, как правило, только гиганты-производители. Раньше ситуация была совсем плачевная, и разброс по версиям Android был просто крайне огромен. А новые версии Android получали всего порядка 6-7% устройств. То есть, это обычно все устройства Nexus и какие-то флагманы. Для сравнения, на сегодня до сих пор 30% пользователей Android сидят на KitKat версии 4.4, и 30% сидят на версии 5.1. Напомню, что Android N для Nexus, пусть и девелоперская версия, вышла уже почти год назад. И вот осенью Android 7 будет уже официальным. Apple всего за год способна обновить 85% всех своих устройств на новую версию операционной системы. А мы до сих пор думаем, почему же у Apple все так хорошо в сравнении с Android. В последнее время, конечно, темпы обновлений Android устройств растут, и ситуация частично исправляется, но, тем не менее, производители не могут угнаться за официальным выходом новых версий Android, и приходится либо перескакивать, либо на какие-то устройства просто положить болт, извиняюсь за выражение, и пилить новую операционку для новых устройств, чтобы они выходили изначально из коробки на новом Android. Я недавно говорил, и, в принципе, для тех, кто еще не знает, повторюсь. Раньше Android позиционировался как открытый проект, то есть AOSP. Android Open Source Project. И абсолютно все сервисы, все приложения, вся операционная система в целом была открытой для пользования. Любой мог ее взять, выпустить свой телефон на ней, и, в принципе, Google были не против. На данный момент с продажи каждого устройства Google имеет всего 1 доллар. Будь то планшет, будь то смартфон. То есть производители никаких денег не платят за операционную систему, из-за того, что они ее как-то перерабатывают, что-то с ней делают и используют в своих целях. С недавнего момента Google стала некоторые сервисы прикрывать, то есть внедрять свои приложения, которые имеют уже закрытый исходный код. Например, это Google Chrome, это почта, это камера. В общем, об этом я уже тоже говорил. И как бы теперь чистый Android не является чистым. То есть в нем есть сервисы, которые имеют закрытый исходный код, и которые производители не могут использовать в своих целях, перерабатывать или что-то с ними еще делать. А недавно Google заявили о том, что следующие обновления для операционной системы не будут касаться AOSP-проектов. То есть Android будет получать все обновления только с закрытым исходным кодом, что означает, что производители могут остаться без них. Это постепенный переход из открытого проекта в закрытый. То есть Android постепенно станет такой же, как iOS. И честно сказать, радоваться этому или плакать непонятно. С одной стороны, большинство устройств будут очень быстро получать обновления, потому что они будут обновляться напрямую с Google. В них будет гораздо меньше мусора, никаких лишних оболочек. Соответственно, оптимизация лучше, все новые фишки будут появляться почти сразу. И вроде бы как это жирный плюс. Но из-за этого маленькие фирмы, типа индийский Micromax или каких-то там китайских, не смогут использовать Android в своих телефонах и пытаться ворваться на рынок. Безусловно, Google найдет какой-то компромисс и будет заключать договора с крупными производителями, типа Samsung, Sony, HTC. И будут просто на каких-то условиях предоставлять все сервисы Google, операционные системы Android и так далее. И в принципе тот же TouchWiz, тот же HTC Sense останутся, также будут разрабатываться. Только уже немного на других условиях. И что же будет с другими производителями, неизвестно. Я подозреваю, что будет конкретное сужение рынка мобильных устройств. То есть не будет такого многообразия из-за недоступности Android. Либо будет очень много устройств на старой версии, что в принципе будет опасно, потому что сейчас очень активно мошенники перебираются на мобильные платформы. И если не получать обновление безопасности, велика вероятность того, что вас обоют. Для чего это все делается? Изначально в далеком 2009 году, когда операционная система только-только появилась на свет, скажем так. Ее цель была добиться того, чтобы производители сделали качественный смартфон. И на протяжении многих лет производители ставили эксперименты, пытались операционную систему переработать под себя, делали огромное количество устройств. И на данный момент мы пришли к тому, что устройство может выпускать просто каждый, все, кому не лень. Из-за этого и большой взрыв смартфонов на нашем рынке. Огромное количество конкуренции, огромное количество китайцев появилось, которые уже официально продаются на внешнем рынке, что очень сильно бьет по карману о брендах. Со стороны потребителя такая война, такая борьба за кусок аудитории. Плюс, потому что есть из чего выбрать. Если нет денег, можно купить что-то подешевле. Если есть деньги, можно купить что-то подороже, что-то покачественнее, что-то не очень качественное. А со стороны производителей такая война, конечно же, в минус. Потому что, ну, слишком много производителей смартфонов появилось. Ну что ж, Google старается навести порядок, победить тот самый бардак, который уже на протяжении многих лет расстраивает нас. Тот самый бардак, из-за которого сторонники Apple продукции пытаются нас хейтить. И это похвально. Обязательно пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Как вы думаете, какой будет закрытый Android? Сможем ли мы ставить туда рекаверы, кастомные прошивки и творить чёрти что, как сейчас? Хорошо это или плохо? Какой расклад вам больше нравится? Открытый проект или же закрытый? Кстати, напомню, что у Meizu Flame OS тоже закрытые исходники. И из-за этого большинство этих устройств перепрошить нельзя. На этом у меня всё. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии обязательно. Ссылочки в описании под видео и также на ваших экранах снизу. До новых встреч. Пока-пока.